На встречу с мэром Анапы пришли десятки жителей станицы Гастагаевской. Одни хотели бы узнать, какие перспективы ждут их сельский округ, другие готовятся задать волнующие их вопросы. Традиционно Василий Швец провел прием граждан сразу после рабочего объезда и в первую очередь рассказал местным жителям, какие изменения ждут их станицу. Благоустройство парковых зон, ремонт дорог, строительство спортивных объектов, планы на ближайшее будущее. Мы сейчас в очень активной стадии проектирования одного спортивного объекта. Я приезжал в прошлом году, и мы на приеме граждан обсуждали необходимость строительства спортивного комплекса. Мы его уже запроектировали на улице Лозовой, выезд которой в сторону Юровки, тот земель участок, который мы тогда смогли найти, комфортный и необходимый площадь для того, чтобы построить данный объект. Вскоре в Гастагаевской начнется строительство и нескольких социально значимых учреждений. Сейчас формируется участок на Крымской для возведения детского сада на 280 мест. Планируется уже в 2024 году начать капитальный ремонт существующей школы номер 15. Фактически на месте старого здания появится современное общеобразовательное учреждение. Кроме того, в станице начнется строительство и новой школы. Проектируем уже мы с вами в этом году, уже начинаем сейчас в аукционе. Буквально через месяц начнем проектировать большую школу. Это самое главное, что я хотел с вами поделиться. Самое большое. Мы будем проектировать школу на 1550 мест, на 1550 детей. На месте, где сегодня находится наша с вами 31 школа на улице Советской. Большая, просторная. Там будет минимум три спортивных зала, минимум три спортзала. Большой актовый зал, минимум на 500 человек. Большая столовая, зона питания и так далее. Это уже все по нормативу. Решение уже принято. Деньги уже выделены. 30 миллионов рублей на проектирование. Сейчас идут аукционные, конкурсные мероприятия. И рассчитываю, что уже не в марте, так и в апреле будет оторгована компания, которая будет проектирована. На приеме станичники рассказали, что с нетерпением ждут завершения строительства храма. Местные жители попросили оказать содействие в этом вопросе. И, как подчеркнул Василий Швецк, к возведению этого объекта подключатся депутаты и меценаты. Еще один вопрос из зала о темпах реализации президентской программы догазификации. На сегодняшний день от станичников поступило порядка 1100 заявок в филиал «Газпрома». На сегодняшний день вся инфраструктура этой работы в целом в Большой Анапе у меня не вызывает опасения и беспокойства, что мы успеем это сделать в этом году. Мы, я имею в виду, мы вместе с «Горгазом». Очень рассчитываю, честно вам скажу, что мы с вами эту зиму 1137, которые есть сегодня заявлений, будут встречать уже с газовыми котлами, а не с электрическими. Ни один прием не обходится без вопросов о реконструкции дорог. Мэр поручил своему заместителю Артему Моисееву изучить каждое обращение на месте, в случае необходимости принять экстренные меры, а также сформировать план краткосрочного и долгосрочного ремонта. Еще один острый вопрос – как разгрузить центральные улицы станицы от пробок. Сейчас специалисты прорабатывают несколько вариантов, в том числе открытие движения по улице Советской. Окончательное решение будет принято совместно с жителями.